Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И думаю, вам не будет никакой разницы с того, какая у меня дальность порисовки, так как это всё-таки хардкор больше захватывает то, что я вообще играю на хардкоре, и то, что смогу ли я выжить, нежели моя дальность порисовки. Думаю, у вас на компе, особенно если вы смотрите не в HD качестве, ничего не изменится. Так, нужно похавать, нужно как можно быстрее сделать себе хоть какой-нибудь, ну, говняный дом. Иди сюда, женщина! Женщина! Хотя свинья... Нет, свинья, она моя, всё правильно. Хотя свинь он мой. Ай, фиг с ним. Так, давайте, нам нужно искать дерево. Вот дерево, мы сейчас идём прямо в джунгли. Я не ставил большие биомы, так как если мы, например, заспаунимся в пустыне, что, в принципе, возможно, мы не выживем там. Поэтому я поставил себе обычные биомы. Вот, смотрите, мы уже хотим хавать. Слава богу, мы нарубили свинины. Так, думаю, нарубим это дерево и сделаем себе врысточок. Это будет очень даже кстати. Сделаем себе меч и всякое подобное. Думаю, в этом дне, ну, на этот день, мы в шахту не пойдём. Думаю, нам ещё рановато в шахту идти. И я, кстати, никаких модов не ставил, ничего, ни одного мода тут у меня вообще не стоит. Ну, кроме Тумани Итамс, конечно же. Тумани Итамс, его по-разному называют. Но чаще всего Тумани Итамс, поэтому я буду его называть так же. Так, давайте мы поселимся возле лесов. Ближе к лесу хотя бы это будет более пригодно. Вот, отличная равнинка, самое то. Мы тут немножко поубираем ненужные штришки и всё будет зафигнено. Надеюсь, нас не взорвёт крипер. По крайней мере, я так думаю, это мои надежды. Хотя они всегда оказываются... Не кстати, проще говоря. Так, здесь мы поставим троечку. Так. Смотрите, что у нас получается. Тут лопата. Теперь мы берём себе эту. Древяный топорик. И вуаля! Да, у нас уже есть... У нас уже, можно сказать, всё деревяно. Не считая, конечно же, мотыги. Мотыга нам не нужна, как такова. Она нам даже не понадобится. По крайней мере, пока что. Я так думаю. Ой. Пигушка! Пиг! Пиг! Оба! Мясо! Кстати, я вроде бы... Вроде бы в Майнкрафт-хардкоре Можно сдохнуть от голода. В прямом смысле этого слова. Бантик только вот согласен. Он может сдохнуть от голода. Ему нужно жрать каждые пять минут. Что он, в принципе, и делает. Я вот, конечно же, не видел, как он жрёт каждые пять минут. Но я думал, он может останавливать время с помощью какой-нибудь хрени. И жрёт, жрёт, жрёт. Он просто не хочет рассказывать нам о своей способности. А если вы не знаете, о ком я, то ссылочка будет в описании. Посмотрите его видео. То оно у него, там, просто единственное. Вы не сможете ошибиться. Видео по GTA-мультиплееру. Кстати, я, может быть, тоже буду снимать GTA-мультиплеер. Хотя, в принципе, нам вряд ли. Мне он как-то не очень нравится. Вот честно, вот всем моим друзьям он... Ой, заебись! Там попробую пройти. Но, ну, не как бы не в плане пройти. Я попробую записать лекс-клеечек. Но мне не хочется этого делать. Я хочу записать что-нибудь на что-нибудь более нормальное. Вот, например, мне нужно всё-таки добить Слендера. Я вот, кстати, может, сегодня я это и сделаю. Ну, не добью, конечно же, но лекс-клеечек по нему запишу. Так, всё, думаю, дерева у нас достаточно. Я уже много начинаю болтать ненужного. Так, сделаем себе много досок. Досок много сделаем. Кстати, тот же Никита Бандевич, или Банди, как мы его по-простому называем. Он сказал, что тоже будет сделать лекс-клей. Но пока что у него только один лекс-клей. То там 7 минут. И он весит 1 гиг. А у меня там 500 мегабайт заливается очень долго. То есть, прикиньте, если он заснимет полномасштабное видео. Хотя вот как я на минут 15. Блядь, это будет по хардкору. Это я даже не представляю, сколько он будет это заливать. В общем, я ему скоро принесу Камтасию Студио. Если вам понравится его первое видео. То подпишитесь на него. Он скоро будет... Ну, я, по крайней мере, дам ему Камтасию. Через который я сжимаю видео. Рендерю его, проще сказать. И он будет тоже снимать какие-нибудь лекс-клейщики. По крайней мере, я надеюсь. Но он будет моим, как бы, генеральным партнёром. Возможно, вторым. Так как я отправил запрос. Ну, вы, наверное, не знаете этого лекс-клейщика. Но, в принципе, без ранения я скажу. У него... Его, вроде бы, зовут Эдгар. Я ему отправил заявочку, можно сказать. Он сказал, что подумает насчёт союза, можно так сказать. Я даже не знаю, как это назвать. Объединение союза. В принципе, без разницы. И он сказал, что подумает. И если он согласится, то... У меня будет целых два генеральных партнёра. Это очень хорошо, на самом деле. Нам без партнёров не обойтись. Вот, например, Юзя там с Гагатуном стартовали вместе. Правда, Гагатуно приходилось присоздавать канал. Поэтому подписчиков у него меньше. И они стартовали вместе и добились всего, в принципе, вместе. Я думаю, что нам стоит тоже так вот попробовать всё это. Начать делать именно вместе. Особенно вот с Бандиком или с Никитой Бандевичем. Не, я его лучше в лекс-клеях буду называть Никитой Бандевичем. Это будет как-то более этично. Я люблю этику, по крайней мере, в лекс-клеях. Не считая, конечно, моих матов. Особенно в Слендре. Ну, без разницы. Так, скоро мы закончим наш домик. Однако, у меня плохая новость. Скоро и день закончится. ФПС падает. Тут эти оцелоты, блядь, спаунятся. Ммм, черт, солнце не видно. Да, значит, оно близко к заходу. Нам нужно ещё один вот такой. Блин, уйди. Нафиг. Мне нужно сделать ещё одну такую вот линию. А одну линию, вот это вот как раз на моём уровне, лучше будет оставить. Смотрите, когда ночь или день. А, точно, у нас же есть эта кроватка. Мы сделаем себе кроватку и тихонько заснём. По крайней мере, я надеюсь. Так, опять нам нужно дерево. Но нам нужно заделать хотя бы две эти части. Ну, одну полоску, ещё одну надо заделать, третью по высоте. Это по-любому. Нам без этого никак не обойтись. И я сам это понимаю. Ой, блин, я думал, я смогу обойти. Думаю, не надо быстро врубать листву. Но нихрена. Не получилось обойти. И, кстати, если вы хотите увидеть вообще Лекс Клей всех моих друзей и знакомых, все ссылочки будут в описании. Если вы хотите, смотрите. Если не хотите, не смотрите. Так как я знаю, что меня сейчас вообще, наверное, никто не смотрит. Ну, смотрит очень мало человек, так как большинство подписчиков я всё-таки пиарю до сих пор. Пиарю по взаимоподписчикам. Так, всё, сделаем себе кроватку. Так, кстати, может быть, ещё сегодня... В общем, у нас по запланированному идёт сегодня вот эта серия Майнкрафта, Слендера, и, может быть, опять же, Battlefield 2142, а также Battlefield Vietnam. Если у меня будет настроение его снимать, что, в принципе, навряд ли. Мне он не очень понравился. И не пиздите на меня, что я какой-то школолошник. Ну, не понравился мне просто Battlefield Vietnam. Ну, некоторым Майнкрафт не нравится. Ну, мы молчим, по крайней мере, многие. А те, кто молчат... Ой, те, кто не молчат, вот просто тупые пидорасы, так как нужно всё-таки соглашаться. Ну, не соглашаться, хотя бы уважать чужое мнение. Особенно, если этот человек выше... Можно сказать, выше... Выше, мудрее, умнее тебя. Ооо, овечка в текстуре, ёб твою мать! Ооо, как ты посмела, ты мой топор убила! Куда ты, сука, побежала? Всё, отлично. У нас уже целая шерсть. Это хардкор! Блин. Я думаю, я запрыгну наверх. Ну, пофигу, ладно, не запрыгнул, не запрыгнул. То, давайте мы будем рубить листву, чтобы мне было делать мехрен. Я запрыгнул туда. Давайте посмотрим, что у нас тут. Опа! Вот, мы забрались наверх. У нас тут, в принципе, ни хрена такого красивого нету. Но у нас может закончиться еда ночью. Хотя, в принципе, ночь нам переживать не придётся. Но, может быть, ради, хардкора ради, я попробую пережить ночь просто так. Нет, хотя нет, я не идиот. Лучше не буду этого делать. Так, давайте мы всё-таки рубим мяса. И немножко... Отлично. Так, нам нужно хотя бы немного факелов. Хоть чуть-чуть. Поэтому мы сделаем... Возьмём себе два дерева. Два... Одно дерево для досок, а другое дерево для угля. Так как палить нам нечем. Я говорю, уйди нахуй! Не беси меня. Блядь, мне ещё кто-то вот это пишет. Заебали, блядь! Как я, сука, не нужен? Как я, сука, Лекс Клей не снимаю? Так они все молчат. Как я, Лекс Клей, начал записывать. Всё, Таник, мы тебя так любим. Я твой фанат. Так, ладно, давайте мы немножко нарубим булыжника. Нам понадобится булыжника так 20. Если даже не больше. Да, 20 с чем-то вроде бы для инструментов железных... Ой, боже мой, железных, я уже оговариваюсь. Для каменных инструментов нам понадобится где-то 20 штук. Но ещё, конечно же, для этого... Для печки. Боже мой, заебали вы мне писать. Я скоро вот реально удалю свой аккаунт ВКонтакте. Будете мне писать на Одноклассниках. Хотя сейчас там у меня, в принципе, глухо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ночка-ночка. Главное... Ай, да, ну, в принципе, давайте мы подождём немножко. Боже мой. Боже мой, дверь закрой! И в пизду пошла женщина. Вот. Ой, какое облегчение. Меня сейчас кто-нибудь разбудит. По-любому. Нет, я жив. Так. Ладно, давайте мы закончим на этом. Я понимаю, что такая сфера очень коротенькая получилась. Но это всё-таки первый день. Тем более мне пишут в ВК. Я не хочу останавливать запись. Блять. Не пугайте меня так. Поэтому давайте мы пока что остановимся на этой серии. Если вы тут впервые, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. Всем пока, ребят. Давайте, пока.